Комета Века Си-2023А3 на этой неделе приблизилась к Земле. Уникальное космическое тело удалось увидеть невооруженным глазом тысячам людей. По словам ученых, она вращается вокруг Солнца примерно каждые 80 тысяч лет. В прошлый раз ее могли наблюдать неандертальцы. О том, чем еще запомнилась эта неделя, расскажем далее. История последних семи дней в объективе корреспондентов и операторов медиакомпании «Алмазный край». В эфире итоговый выпуск программы «Панорама». Здравствуйте! Единственный источник тепла в домах по улице Ручейной – вот такие насосы. Жители посылка аэропорт и коммунальщики разбираются, кто виноват, что в квартирах холодно и как влияют на теплопотери незаконные врезки. Анкету можно заполнить и онлайн. Они также есть на якутском языке. В Алроса стартовал четвертый опрос вовлеченности. В компании рассчитывают услышать мнение большинства работников. Возможно, кто-то из школьников, узнав историю Виктории, отложит телефон и тоже поборется за заветный значок. Спортивные достижения помогли абитуриентке из Ленска поступить на бюджетное место в ВУЗ. Итоги недели в Алмазном регионе подведем буквально через несколько секунд, но сейчас краткий обзор некоторых событий. Алроса Газ изучит еще два месторождения голубого топлива в Западной Якутии совместно с Сахатранснефтегазом и Ленскгазом. Трехстороннее соглашение руководители компании подписали на Петербургском международном газовом форуме. 21-летнего ленчанина, ставшего курьером в мошеннической схеме, осудили на 4,5 года. Обманув двух пожилых женщин, он выманил у них 400 тысяч рублей. В Ленске заработал электронный читальный зал президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Ленчане могут получить удаленный доступ к нему в секторе электронных ресурсов Центральной районной библиотеки. Юные шахматисты из Удачного сыграли с гроссмейстером Сергеем Корякиным. Он впервые прилетел в Удачный и встретился с ребятами в рамках фестиваля «Настроение Алроса». Для жителей поселка Аэропорт зима наступила не только за окном, но и в квартирах. Жилье они отапливают самостоятельно и ругают коммунальщиков. У коммунальщиков своя версия, виноваты сами жильцы. На ком лежит ответственность из-за холодной батареи, выясняла моя коллега Мария Панфюрова. Все, вот у нас утечка, вот он наш прорыв. Теплотрассу домов по улице Ручейной от идеала далека. Горячая вода по капле утекает в грунт, а не в квартиры. Еще один участок под угрозой порыва. Инициативная группа жильцов обратилась в редакцию «Алмазного края» за помощью. Уже третьи сутки мы звоним, и нам все говорят, подождите, подождите, мы занимаемся. Просим помощи, чтобы на нас обратили внимание, чтобы мы уже перестали замерзать. Не ругаться с кем, никаких выяснять отношений мы не хотим. Мы просто хотим, чтобы нам давали тепло, как положено, так, как мы оплачиваем. Вместе с Валентиной наша съемочная группа прошлась по домам на Ручейной. В большинстве квартир тепло, но это не заслуга коммунальных служб. Единственный источник тепла в домах по улице Ручейной – вот такие насосы. Жильцы их устанавливали за свой счет, и отключать их не стоит, потому что в домах сразу станет холодно. Центральное отопление не справляется. Отрабатывать жалобу на холод в домах выехали сотрудники МУП-коммунальщик и управляющий компанией ООО «Прокомфорт». Они устраняют неполадки на теплопункте, которые возникли как раз из-за насосов. Для жильцов они единственное спасение, а для коммунальщиков – незаконная врезка, нарушающая баланс распределения тепла. Есть и еще одна причина, почему жильцы поселка мерзнут. Это утепление домов. Мы неоднократно по обращению жителей выезжали с тепловизором, проверяли, то есть, соответственно, замеряли это. У нас идет поддув воздуха с оконных блоков теплопотери, идут со стен дома, с полов дома, но не в источниках тепла. Вместе с работниками мы вернулись к участку с порывом трубы. Там меняли утепление и устраняли порыв. Можем потрогать то, что вода идет в кипяток. Она идет, как из теплопункта, 52 градуса. Течь на теплотрассе устранят до конца недели. После исправления неполадок отопление заработало в штатном режиме. Мы вернемся к этой теме через неделю и проверим, стало ли в домах теплее после ремонта. Если в квартирах все еще будет холодно из-за теплопотерь, мы выясним, кто за это должен отвечать и что делать замерзающим жильцам. Мария Панферова, Илья Шикуля, медиакомпания «Алмазный край». Думать о решении коммунальных проблем не нужно линчанам, попавшим в программу переселения из ветхого жилья. 502 владельца аварийных квадратов переедут в новые квартиры до конца года. В Ленске в программу вошли 220 многоквартирных домов. Это 2554 квартиры. С начала программы расселили почти 80% – 1735 аварийных квартир. Владельцы более 800 квартир выбрали компенсацию. Остальные переехали в новое жилье. Конечно, большинство довольны. Не без вопросов, которые возникают от жителей. Стараемся, конечно, решать, предлагать варианты. Программа переселения из ветхого аварийного жилья у нас уже, так скажем, на финишной прямой. Остался год до окончания сроков программы 1 сентября следующего года. Официально у нас сроки окончания программы, в принципе, все такие основные оргвопросы решены. В декабре новоселы заедут еще в четыре дома. Два четырехэтажных в микрорайоне «Теплый стан» и две девятиэтажки по улице Нюйской. Здесь успели благоустроить территорию, установили детские площадки и спортивные тренажеры для взрослых. Напомним, в первый этап программы переселения вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. До конца программы в Ленске возведут еще четыре девятиэтажных дома для переселенцев. С 21 октября по 19 ноября продлится прием заявок в программу поддержки местных инициатив. Мерницкие управляющие компании «Эконом», городской сервис и «Альтернатива» уже подготовили проекты. В рамках программы благоустраивают детские площадки и дворы. Сейчас у нас пройдет онлайн-голосование, итоговое голосование и все заявки направятся на конкурс в республику. Потом у нас будет заседание комиссии и в начале года, 25-го, будут уже итоги конкурса. С 2018 года в Мирном реализовали 19 проектов развития общественной инфраструктуры. В прошлом году отбор прошли три проекта – детская площадка, сквер и обустройство дворовой территории. Их обновили в поселке Газовики на шоссе «50 лет Октября» и улице Павлова. Каждый объект финансировали из республиканского и муниципального бюджета. Вклад несли жители. Реализацию проектов поддержки местных инициатив по условиям ждать год. А вот посетить ботанический сад Мирного после реконструкции можно уже сейчас. Теперь вечеранью он напоминает новогоднюю площадь. В обновленном саду обустроили входную зону с аркой, установили светящиеся фигурки оленей, на территории появилось освещение. На то, чтобы придать ботаническому саду новый облик, у рабочих ушло 4 месяца. Покрытие дорожек поменяли, мостовые переходы, которые уже устаревшие поменяли. Заменили полностью бетонную речку, которые уже имели место разрушаться. Дальше дополнительно много ягодных растений, деревьев посадили. Яблоки, черемухи, боярышники. Все это будет в следующем году цвести и красоту все граждане смогут увидеть весной. Все работы завершили 30 сентября, а 16 октября обновленный сад торжественно открыли. Реконструкцию ботанического сада провели в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Стоимость работ – 42 миллиона рублей. Ботанический сад открыт ежедневно с полудня до 9 вечера, а 21 октября его закроют на зимовку до весны. Поддержка молодых специалистов, весомый социальный пакет, работа, профоритация и возможность карьерного роста. Короче, это «Алроса». Наш телеоператор Александр Еремин ровно год назад в одной части стал знаменитым. Все благодаря главной роли в мини-сериале «Короче, это Алроса» – о жизни молодого сотрудника, процессе трудоустройства и старте карьеры в алмазодобывающей компании. Именно этот сериал завоевал золото на международном кинофестивале «Майн Муви» в номинации «Лучший художественный фильм». Фестиваль проходит ежегодно в рамках горного форума «Майнекс», посвященного горно-геологической и металлургической отраслям. Всего же «Алроса» и «Алмазный край» увезли четыре награды с кинофестиваля. Второе место в номинации «Лучший фильм об инновациях» присудили трансформации производства. Также «Серебро» в номинации «Лучший рекламный ролик» получила реклама проекта «Династия Алроса». Фильм производства в деталях «Карьер юбилейный» наградили дипломом за искусство монтажа. В номинации «Лучший научно-популярный фильм». Члены жюри, среди которых были режиссеры, доктора технических наук и кинодокументалисты, отметили высокий уровень работ. Среди конкурсантов – крупнейшее горно-промышленное предприятие России. Ну а посмотреть все серии мини-сериала «Короче» от «Алроса» с участием Александра можно в официальном телеграм-канале компании «Алроса». Тем временем в «Алроса» стартовал вопрос вовлеченности. Голос «Алроса» – это рабочий инструмент изменений в компании. Предыдущий опрос способствовал улучшениям по многим направлениям – от санитарно-бытовых условий до повышения заработной оплаты отдельным категориям работников. Как пройти опрос, узнавала наша съемочная группа. В «Алроса» в четвертый раз стартовал опрос «Голос Алроса». На предприятиях и подразделениях компании уже установили вот такие ящики, в которые любой сотрудник компании, независимо от стажа работы, должности и возраста, может опустить заполненную анонимную анкету. В этом году вопросные листы к общим вопросам каждое предприятие добавило индивидуальные. Мирненско-Нюрбинский ГОК не стал исключением в этом плане. И в список вопросов анкетирования были внесены несколько наших индивидуальных вопросов, в том числе, например, об условиях питания на площадке. Также вопрос о том, я знаю, как продвинуться по карьерной лестнице с учетом моих компетенций и образования. А также вопрос, который говорит о том, что я знаю, к кому обратиться, по тому или иному вопросу, к какому сотруднику и куда именно. Четвертый опрос «Голос Алроса» стартовал 16 октября. Сотрудники «Голос Алроса» смогут заполнить бумажные анкеты и написать пожелания об улучшении рабочих процессов, условий труда или реализации профессионального потенциала сотрудников до 10 ноября через компьютер или смартфон до 17 ноября. Анкету можно заполнить и онлайн. Они также есть на якутском языке. Ссылки на виртуальные бланки разместят в виде QR-кодов на плакатах, также направят сотрудникам по корпоративным чатам и почте. Анна Винокурова, Роман Ларин, медиакомпания «Алмазный край». Студенты МРТК спасали пострадавшего на квесте безопасности. Его организовал корпоративный университет и молодые специалисты «Алроса». Студентов учат не только спасать человека, но и надевать на скорость средства индивидуальной защиты. Необходимо провести такой квест для ребят, поскольку безопасность – это, конечно, очень важно. И так как ребята у нас – это будущие, возможно, работники компании, мы сейчас уже ориентируем ребят на безопасность. В квесте студентов учили доверять товарищам. Они по очереди проходили лабиринт вслепую. Ребята оказывали первую помощь и на скорость вспоминали, что нужно делать в случае чрезвычайной ситуации. Мне очень понравился этап, который на скорость одевания средств индивидуальной защиты. Мне интересно, потому что прочувствовать себя рабочим в этой униформе – очень интересно. В квесте участвовали 8 команд по 5 человек. Такое мероприятие для студентов корпоративный университет провел впервые, но собирается повторить. А тем, кто еще не стал студентом, но планирует, пришло время зарабатывать дополнительные баллы к ЕГЭ. Так поступить в престижный вуз на бюджет выпускницы Ленской школы помогла небольшая вещь, которая несколько месяцев пылилась на полке. О том, что у ленчанки есть преимущество при поступлении, ей рассказали в приемной комиссии. Что же это за штучка дала девушке дополнительные баллы, расскажем в сюжете. Поступление в вуз всегда запоминается надолго. Мониторинг списка поступающих дарит рядовому абитуриенту и его семье шанс прокатиться по эмоциональным американским горкам, не отходя от компьютера. Списки каждый час обновляются, и тот, кто только что был в топе, может оказаться далеко от бюджетных мест. Виктория Митинкова смогла воплотить в жизнь заветную мечту родителей, поступила на бюджет. Надежды на такую удачу было мало, но помощь пришла откуда не ждали. Нас приняли кураторы. Мы сели за стол, сказали, что хотим, на какую специальность мы хотим, значит, пойти. И кураторы нам говорят, у вас столько-то баллов. Мы говорим, нет, у нас меньше на 10 баллов. И она открывает компьютер, смотрит, 10 баллов за золотой значок ГТО. Вика вспомнила. Еще зимой мама настояла на сдаче ГТО, зная, что это может стать бонусом при поступлении. Так и вышло. Теперь экс-линчанка познает науку в университете города Иваново. Поступила на редкую специальность. Будет химиком широкого профиля. Ивановский химико-технологический университет покорил с первого взгляда. Отношение принимающей комиссии было замечательным. Помогли мне достать золотой значок для дополнительных баллов. И вот в этот момент я сказала, что мама, я хочу остаться. Поступление на бюджет сэкономило семейные деньги. По подсчетам родителей, обучение дочери обошлось бы в полмиллиона рублей. И это без учета продуктов, транспорта и карманных. Зато теперь в квартире для дочери студентки сделают ремонт. В общем, слушать родителей важно. Возможно, кто-то из школьников, узнав историю Виктории, отложит телефон и тоже поборется за заветный значок. В Ленске узнать информацию о сдаче ГТО можно по телефону 46567. В Мирном работает центр тестирования. Номер для связи 46225. Анна Ильчук, Олег Соснин, медиакомпания «Алмазный край». Значок у меня, бежим. Такими были итоги уходящей недели. Служба новостей «Алмазного края» продолжает свою работу. Еще больше новостей на нашем сайте и социальных сетях. Не забывайте подписываться. Также скачайте приложение «Алмазный край», чтобы всегда оставаться в курсе событий. Всего вам доброго и хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok